Санкт-Петербург Санкт-Петербург расположен на северо-западе России, на побережье Финского залива и реки Невы. Санкт-Петербург – важный экономический, научный и культурный центр нашей Родины. Но когда-то, очень давно, здесь была война. Началась Великая Отечественная война. Осенью 1941 года немцы огружили город со всех сторон, захватили железную дорогу, дорогу, которая связывала Ленинград со страной Кольцово, круг города, сомкнулась и наступили 900 дней холода и голода. Вот такой кусочек хлеба получали люди самые страшные голодные. Так, добавили жмуха, дай я. Побольше, потому что пива у нас много. Добавим опива? Да. Вот этот кусочек хлеба, маленький кусочек хлеба, давался на весь день. И даже воды не было. Все, больше ничего, только вода, за которой ходили на него. Из последних сил везли воды домой, ведь там ждали те, кто уже совсем не мог ходить. Я в гору саночки толкаю, еще немного пиками. Вода в дороге замерзает, тяжелая стала, как свинец. Как хорошо, что ты замерзла, светая мягкая вода. Когда я поскорблюсь под горкой, на той тропинке львиной, ты не прольешься, везерка. Я довезу тебя домой. Все дороги, ведущие к нашему городу, были перерезаны. Осталась одна по Ладогскому озеру. Ладога – очень большое озеро. Кажется, что стоишь на берегу моря. Но характер у него очень тяжелый. Погода может измениться за день несколько раз. Поэтому никогда по нему не ходили корабли. Эх, Ладога, родная Ладога, метели, штормы, грозная волна, не даром Ладога родная, дорогой жизни названа. Пусть ветер Ладоги поведает народу, как летом баржи за бомжой грузили мои шторм и в непогоду, забыв про отдых и покой. Зимой машину мчались вереницы, и лед на Ладоге трещал. Возили хлеб для северной столицы и радостно население Ленинграда встречал. Водители, дорожники, связисты, зенитчики, регулировщики трудились в очень сложных условиях. В стужу, в буран, под постоянными бомбежками и обстрелами Ленинград ждал хлеб, а обратно везли стариком детей раненых. Сколько людей спасла эта дорога! На дороге жизни хорошо узнали шофера Максима Твердахлеба. В канун 1942 года он должен был доставить мандарины из Грузии детям на новогоднюю елку. Отваживай шофер, подвиг твой не забудем, Ты нам мандарины на праздник привез. Максим Твердахлеб не помнить мы будем, И в Грузию благодарность пошел. Наш город назывался Ленинградом, И шла тогда суровая война, Под бой сиреной и разрыв снарядов, Дорога жизни ласка была. Она спасения у ленинградцев встала, И помогла войне победить, Чтоб снова время мирное настало, И чтоб нам с тобой по чистым небам жить. Что вы знаете о блокаде Ленинграда? Да. Нечего было кушать маленьким детям. Видите как? Детки просто погибали, потому что нечего было. Живая ладжа, а подвиги людей. Спасибо. А тебя как зовут? Богдан. Спасибо. Карта живая ладжа, а подвиги людей. Спасибо. Солнечный круг, небо вокруг, Это рисунок мальчишки. Нарисовал он на листе, И подписал в уголке. Пусть всегда будет солнце, Пусть всегда будет небо, Пусть всегда будет мама, Пусть всегда ухват. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok